Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! При толстой кишке от 1 до 14% по российским данным, подсчитанным в нашем центре, при привлечении более чем 8600 случаев заболевания, встретилось примерно в 5% случаев, что полностью согласуется с данными развивающихся стран, с Мексикой или с данными наших азиатских коллег, при этом заведомо ниже частота встречаемости, чем по данным США. Очевидно, это может быть связано с факторами питания или особенностями нашей жизни. По локализации чаще всего, так же, как и отрепортируется другими исследователями, бираф-мутация встречается при правосторонней локализации первичной опухоли. По нашим собственным данным, на втором месте находится рак прямой кишки, что также бьется с данными скорее развивающихся стран, чем с европейскими нашими коллегами или с данными по Соединенным Штатам Америки. Переходя к вопросу первой линии терапии, в нашем центре Михаил Юрьевич Мфедянин был проведен метаанализ исследований по сравнению эффективности режима фолфоксири и фолфокс и фолфири с таргетной терапией при метастатическом раке толстой кишки из мутации в гене-бейраф. При этом показали, что трехкомпонентный режим с таргетной терапией не превосходит дуплетный режим с таргетными препаратами в первой линии. Похожее исследование было проведено нашими итальянскими коллегами во главе с Чайро Кремолини, где в большом исследовании в том числе был поданализ по бейраф-мутации, где точно так же не было показано выигрыша от назначения триплетного режима с биоцизумабом против дуплетного режима, несмотря на то, что итальянские коллеги крайне любят назначение трехкомпонентного режима. При этом, если задаваться вопросом, работает ли комбинация химиотерапии с антиангиогенными препаратами при мутации в гене-бейраф, да, однозначно работает, и добавление антиангиогенных препаратов, в частности биоцизумаба, достоверно улучшает выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость при мутации в гене-бейраф. При этом, при анализе, влияет ли первичная локализация первичной опухоли на назначение триплетного режима или дуплетного режима. Принципиально были получены данные, что при правостороннем раке все-таки при микрослитно-стабильном фенотипе возможно рассматривать трехкомпонентный режим при прочих равных. При сравнении право-лево, что при левостороннем однозначно это двухкомпонентный режим с биоцизумабом. И закрывая вопрос, работают ли анти-GFR антитела при мутации в гене-бейраф, нет, абсолютно не работают. Даже при назначении анти-GFR антител с режимом фулфоксири, с трехкомпонентным агрессивным режимом, такие пациенты однозначно не выигрывали. На этом, в принципе, можно закрывать вопрос. В монотерапии анти-GFR, антитела в добавлении к химиотерапии не имеют места при мутации в гене-бейраф. Итак, по обновленным гайдам ЭСМА, как лечить пациента в первой линии метастатического колоректального рака, если мы обнаружили мутацию в гене-бейраф, при левосторонней локализации однозначно рекомендуется сочетание дуплета с биоцизумабом, при правосторонней локализации можно рассмотреть триплет или дуплет с биоцизумабом. Переходя к вопросу о второй линии лечения брав мутированного колоректального рака, не лишним будет напомнить каскад, когда при изначальной исследовании, посвящённой брав мутированному колоректальному раку, показали, что моно-антибрав блокада, как при меланоме, при колоректальном раке совершенно не работает. Объяснено это было феноменом обратной петли, когда идёт обратная реактивация рецепторов анти-GFR на мембране клеток, и опухоль таким образом ускользает от антибрав терапии. Поэтому все дальнейшие исследования, посвящённые метастатическому колоректальному раку с мутацией в гене БИРАФ ВИ-600Е, комбинировали анти-GFR-терапию вместе с брав ингибиторами или в сочетании брав и мек ингибиторов. В этой связи хочется рассказать про известное исследование БЭКОН, где пациенты с брав мутированным колоректальным раком были рандомизированы на три рукава. Один рукав получал, это вторая линия терапии, пациенты предлеченные. Один рукав получал энкарафениб, бинеметениб и цитуксимаб, то есть антибрав антитела, мек антитела и цитуксимаб. Второй рукав получал энкарафениб и цитуксимаб, а третий рукав получал либо комбинацию фулфири с цитуксимабом, либо иринотекан с цитуксимабом. Это был контроль. При этом удалось добиться частоты объективных ответов в группе тройного режима на уровне 27% и частота объективных ответов в двухкомпонентном режиме 20%. При этом медиана общей выживаемости не отличалась в группе двух- и трехкомпонентного режима и составляла 9,3 месяцев. Понятно, оба режима заведомо выигрывали по сравнению с контрольной группой, в которой пациенты получали анти-GFR, антитела без биментениба и без инкарафениба. При этом при сравнении данных по безрецидивной выживаемости и трехкомпонентный и двухкомпонентный режим показали похожие результаты. При оценке, кому же все-таки из пациентов лучше назначить трехкомпонентный режим, стоит остановиться на трехкомпонентном режиме, скорее всего, для пациентов более распространенных, с высоким уровнем РЭА, с большим количеством метастатических очагов, когда требуется достижение быстрого объективного ответа. Потому что все-таки частота объективного ответа у боли была выше в группе трехкомпонентного режима при абсолютно сравнимых данных безрецидивной и общей выживаемости в обеих группах. И у пациентов с большим количеством метастатических очагов были лучшие результаты в группе трехкомпонентного режима. Основываясь на данных исследования БЭКОН, ИВДЕЙ в 2021 году одобрили двойную комбинацию цитоксимаба и инкарафениба после прогрессирования на первой линии терапии для пациентов с колоректальным раком с мутацией Евгения Бейраф ВИ-600Е. Те же самые рекомендации есть в ЭСМА для второй линии лечения инкарафениб плюс цитоксимаб. И на данный момент это единственная официально зарегистрированная ИВДЕЙ рекомендация по анти-БРАФ и анти-ГФР комбинированной терапии для БРАФ-мутированного колоректального рака. В конце 2022 года эти препараты были одобрены Минздравом в России и мы очень ждем когда они появятся у нас в реальной клинической практике. Хочется дополнительно отметить, что а что же делать с пациентами которые все-таки успели получить в первой линии анти-ГФР антитела когда еще не было результатов что анти-ГФР не работают прибрав в мутированном колоректальном раке. Исследование которое было опубликовано на ЭСМО в 2021 году показывает близкие результаты к исследованию БЭКОН когда комбинация анти-БРАФ и анти-ГФР антитела была эффективна во второй линии если пациенты до этого уже получали анти-ГФР антитела в предыдущих линиях лечения. Отсюда можно сделать вывод что ничего страшного назначали анти-ГФР можно давать комбинацию анти-БРАФ и анти-ГФР в следующей линии лечения. На конгрессе АСКО в 2023 году были опубликованы данные по применению инкрофенибе и стуксимаба в реальной клинической практике при этом что частота объективных ответов что медиана общей выживаемости и медиана ПФС были очень похожи на результаты исследования БЭКО даже чуть лучше и контроль заболеваний удалось достичь у 68% пациентов что еще раз подтверждает в принципе переносимость этого режима лечения. Нами в 2021 году также было проведено похожее исследование по применению анти-БРАФ и анти-ГФР антител в реальной клинической практике также удалось получить примерно сопоставимые результаты. При этом на данный момент у нас нет данных которые бы подтверждали что анти-БРАФ и анти-ГФР терапия во второй линии будет лучше чем фолфери с сочетанием с анти-ВИГФ антителами. Для того чтобы сказать что же будет лучше нужно проведение проспективных рандомизированных исследований что достаточно сложно учитывая небольшое количество таких больных и их крайне агрессивное течение. На данный момент в клинических рекомендациях для первой линии мы выберем фолфокс или кселокс с биоцизумабом для второй линии у нас нет однозначного ответа фолфири с анти-ВИГФ антителами или же все-таки выбирать анти-Браф терапию с анти-ИГФР плюс-минус добавление иринотыкана. И однозначно для третьей линии если мы уж не добавляли специфическую анти-Браф терапию ее в любом случае нужно дать. Другое дело что эти пациенты обладают крайне агрессивным течением заболевания и все-таки мы склоняемся к тому что анти-Браф терапию нужно дать раньше пока пациент находится в удовлетворительном соматическом статусе. Так ли однозначно место анти-Браф терапии только на второй и последующей линии при браф мутированном колоректальном раке? На ESMO 2021 года была опубликована интересная китайская работа которую мы много раз обсуждали здесь наши китайские коллеги в одну кучу сбросили абсолютно все что только можно применить у пациента с колоректальным раком это фолфирия режим с добавлением анти-Браф антитела с добавлением вимуруфенип анти-Браф антитела и цитуксимаб то есть все максимально агрессивное вместе одновременно при этом половина половина из больных были предлечены остальные пациенты получали лечение в первые 57% пациентов получали первую линию терапии остальные были предлечены при этом исследователи репортировали потрясающие результаты контроля заболевания все пациенты имели контроль заболевания ни у одного не было прогрессирования частота объективных ответов достигала замечательных 85% при этом не рассказали про профиль токсичности был достаточно приемлемым при этом никаких данных про общую выживаемость или безрецидивную выживаемость опубликовано так и не было с 2021 года очень бы интересно было посмотреть во что это все-таки вылилось потому что предыдущие исследования более ранее это исследование СВОК которое тоже пыталось перенести комбинацию рентекана с токсимабом с или без добавления вимурафениба не показало каких-то потрясающих результатов контроль заболевания да был 65% против 100 в китайском исследовании и собственно медиана продолжительности ответа на терапию медиан ПФС была 4-2 месяца что похоже на данное исследование БЭКОН но в любом случае хочется наверное увидеть китайские результаты транслируется ли это в какую-то хорошую общую выживаемость чего мы все ждем мы все ждем результатов окончательных исследований БЭКОТа это исследование которое постарается ответить на вопрос можно ли перенести антибраф терапию в первую линию лечения убрав мутированных пациентов с колоректальным раком по дизайну исследование пациенты изначально рандомизировались на терапию это пациенты не предлеченные это пациенты в первой линии лечения брав мутированного колоректального рака которые разделены принципиально на три рукава первый рукав это энкарафенип плюс токсимаб и фуллфокс второй рукав то те же самые антибраф анти-GFR плюс фуллфи и контроль это пациенты которые получают лечение на усмотрение лечащего врача при этом на первом этапе была идея принципиально понять какому режиму добавлять антибраф и токсимаб инкарафенип и токсимаб к какому режиму принципиально добавлять к фуллфоксу или к фуллфири изначально исследователи заявляли что будут смотреть на профиль токсичности одного и второго режима и в менее токсичный режим выиграет и пойдет в следующую линию при этом удалось набрать по 27 пациентов группу фуллфокса 30 пациентов группу фуллфири получили ожидаемое различие в профилях токсичности за счет большей частоты диарей в группе с ринотыканом абсолютно очевидно в свой выбор исследователи остановили на фуллфоксе объяснив это непредсказуемой фармакокинетикой энкорофениб в взаимодействии с иринотеканом при этом частота объективных ответов в группе энкорофениб от стоксимаба и фуллфокс в первой линии составила 68% с медианой выживаемости без прогрессирования 11 месяцев а в группе же фуллфири с этими же препаратами частота объективных ответов составила в первой линии 75% и медиана выживаемости без прогрессирования достигнута не была в группе если сравнивать вторую линию лечения то комбинация фуллфокса с энкорофенибом с токсимабом составила 37% с медианой выживаемости без прогрессирования 10 месяцев и частота объективных ответов во второй группе с фуллфири 44% с медианой выживаемости без прогрессирования 12 месяцев в этом году в конце прошлого года на ESMO были опубликованы результаты под анализа исследования Бекон в плане того как формировалась резистентность к лечению на фоне доплетных и триплетных режимах в контрольной группе как видно из графиков не было замечено значительного количества генетических альтераций которые бы говорили о формировании резистентности при этом что в группе дуплета что в группе триплета таких альтераций накопилось достаточное количество при этом в группе дуплетного режима их было даже больше и напоследок хотелось бы сказать про важную группу когда у пациентов есть сочетание MSI-HI и мутации в гене Бейраф это достаточно частая история примерно треть пациентов при наличии мутации в гене Бейраф имеют еще и микростолитную нестабильность при этом таким пациентам принципиально важно начинать лечение с по стандарту лечения для микростолитно нестабильного фенотипа и объективный ответ у этих больных будет таким же как и у ну по крайней мере не хуже чем у других пациентов с микростолитной нестабильностью при этом они точно так же при прогрессировании будут отвечать и на антибрафтерапию и еще один интересный момент на АСКО 2023 года были опубликованы результаты как же влияет наличие линч-синдрома и браф-мутации на на прогноз больных ну при сочетании браф-мутации и линч-синдрома и при этом оказалось что мутация в гене Бейраф которая имеет агрессивное максимальное течение при наличии линч-синдрома не было связано ни с изменением ПФС ни с изменением общей выживаемости у этой группы больных вот пожалуй на этом все спасибо Елизавета Максимовна скажите пожалуйста вот можем мы говорить на сегодняшний момент о преимуществе какой-то одной антибрафтерапии на другой потому что у нас есть разные варианты где-то мы мег добавляем не добавляем даже в группировщике где у нас представлено где-то добавляем ориентикан потом разные у нас есть бераф-ингибиторы энкрофениб доброфениб вот в общем-то ну как вы исходите в назначении что есть или же есть какое-то различие профиль токсичности в чем-то вообще нет к сожалению при назначении антибрафтерапии хочется написать максимальное количество всего чтобы дали пациенту хотя бы что-нибудь потому что официально зарегистрированные для применения при колоректальном раке с мутацией гений бераф и 600Е у нас единственная комбинация препаратов это энкрофениб с цитоксимапом все другие антибраф препараты к нам пришли из меланомы и прямых сравнений в любом случае не существует сравнение инкрофениб с цитоксимапом против даброфениб против емурофениб мы вынуждены экстраполировать данные с других опухолей поэтому к сожалению так и даже больше интересно что у нас нет прямого сравнения со стандартным вариантом который мы бы применили без наличия мутации в гене бираф с фулфири с биоцизумапом это тоже было бы перспективной историей поэтому и ее я тоже рекомендую как вариант если пациент не может получить антибраф терапию а не попадалось ли вам исследование по комбинации допустим если вот так пациенту повезло что у него мутация бираф есть и мосайхай комбинации иммунотерапии вместе с бираф ингибиторами да сейчас мне кажется все абсолютно настроено на то чтобы попытаться пациентам и без микрострелитной нестабильности попробовать дать иммунотерапию да сейчас есть большое количество исследований с иммунотерапией в комбинации с токсимапом для брав мутированных пациентов с микрострелитно стабильным фенотипом но это исследование первой фазы ну я помню Михалыч что же помните одно время выделяли бираф лайк по тип который должен был отвечать на винарильбин даже попробовали не ответили даже попробовали не ответили потом доказали что это тоже было кстати потом было проведено отдельное исследование второй фазы с винарильбином которая провалилась абсолютно но прям теоретически было очень все красиво синтетическую летальность доказывали в клеточных линиях что пациенты с таким бираф лайк фенотипом клеточки погибали поэтому но в клинике к сожалению это не оправдалось но тогда пробовали тогда у нас было еще не было достаточно опции лечения поэтому пробовали такие варианты таким образом на сегодняшний момент это в общем бираф терапия это вторая третья линия лечения в первую линию лечения пока еще как бы до исследования брек-вотер которая еще только идет у нас нет никаких данных чтобы это рекомендовать но только может быть для ну сложно сказать какой-нибудь наверное ослабленный больной который не кандидат для полноценного дуплета с антителом ну наверное да можно рассмотреть тогда для такого пациента кроме того в этом году кстати была на АСКО представлена одна работа или на ЭСМО где изучали просто двойную комбинацию бираф с меком без анти-ДЖФР антителом и тоже между прочим была показана достаточно высокая эффективность частота объективных ответов была но все-таки это одна такая работа мы собственно и ввели вемрофенибку биметениб как вариант потому что он показывает единственное сочетание которое не работает это мек-ингибиторы анти-ДЖФР все остальные варианты которые пробуют они приблизительно показывают одно и то же по частоте объективных ответов и по показателям выживания без прогрессирования около 4 месяцев поэтому и такую опцию тоже успели внести в клинические рекомендации чтобы она была ну то есть если нет возможности применять анти-ДЖФР антитела да соответственно можно использовать двойную блокаду хорошо спасибо Елизавета Максимовна спасибо Продолжение следует...